Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и кто бы знал, что я пролечу с работой. Явно не я, иначе я бы так резко с той работы не уходила бы. Вот. Собственно говоря, я не сдала первый экзамен, и я не сдала пересдачу. Но материала там было действительно очень много, которые надо было учить. А мне нынче с моей памятью особо не поучишь. Бывает такое, как бы да. Возраст сказывается, возраст. За это время я успела почти дышить козла. Я надеюсь, что мне по поводу него ответят. Но мне должны ответить. Сходить на несколько собеседований, сходить на пробный день в зоопарке. В рацию животных, пофоткаться с животными. Такие, ааа, правда они милашки. Успела наведаться в какую-то пекарню, где мне сказали, что не лезь сюда, оно тебя сожрет. Я вот успела сходить в обувной магазин, позвонить в табачку. Господи, да я много чего успела вообще-то. И ни хрена почти не заработала. Вот так вот. Вот так вот. Супер. Такая продуктивная и такая бесполезная. Это были очень интересные дни. У меня тут, извините, сверчат сверчки, кричат грачи, ползают змеи и всё вот это вот в одной маленькой квартирке. В связи с этим я задумалась, а чё, чё так сложную работу-то найти, алё? Понимаете? Есть работа, где либо предлагают более-менее нормальный заработок, но тебя за этот заработок ебут и в хвост, и в гриву. Есть работа, где предлагают минимальный заработок, но на этой работе тебя просто тоже ебут вообще во все места. Есть относительно оптимальная работа, где уровень зарплаты приблизительно соотносится с уровнем того, как тебя напрягают. Я ищу работу, которая как раз-таки соотносится сейчас, потому что то, на что я замахнулась, оказалось мне не по зубам. Но, как говорится, ну что-то же это должно быть по зубам, да? А по что-то мы калакиты не сломаем, да? Мне даже предложили работу риэлтору. Что, кстати, интересно, потому что риэлтору у меня ещё ни разу не была, и... Очень боюсь, что там будет какая-то наёбка. Ух, не хочу, чтобы меня наебали в очередной раз. А то, знаете, есть работы, где вы должны продавать чайники или пылесосы, типа холодные продажи, ходите по домам и продавайте всякую хрень. И от этого будет зависеть ваш заработок. Я на такую работу попадала, и мне не понравилось. Я туда даже не вышла. Просто там уже на месте говорят в первый рабочий день, что ты должен делать. А на собеседовании типа всё нормально. Типа вы просто доставляете товары, вы курьер. Но как бы нет. Я надеюсь, что уже на этой неделе я найду себе работу. И не буду больше сидеть без дела, а то без дела сидеть чё-то надоело. Я тут каждый день почти стримлю. Но стримить мне не надоело стримить. Приходите, кстати, на стримы, мы с вами пообщаемся, посидим, поиграем в Skyrim. Может быть, как-нибудь стрим такой разговорный устроим. Что-нибудь посмотрим на нём, пообсуждаем тоже. Ну, это... Если будет много народу. Если будет хотя бы человек 10. Для меня это уже хорошо. Также подписывайтесь на телегу. В телеге мы можем каждый день общаться. Я, правда, не то, чтобы прям постоянно в ней сижу. Но то время, которое я могу на неё потратить, я на неё трачу. Так что заходите в телегу, подписывайтесь на Boosty. У меня там лежит хентайчик. Немножко бубсов. Вот. Чуть-чуть. Совсем капельку-крошечку. Ну и немножко рассказов. Тоже капельку-крошечку. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Потому что у нас скоро выходит новый клип. Мы его ещё не досняли. Но мы уже в процессе монтажа, потому что у меня, ну, вот такая вот, как-то сказать, странная манера делать клипы. То есть я наснимаю какую-то часть, и потом её надо смонтировать, чтобы понять, в каких частях не хватает кадров. Чтобы их потом доснять. Или другими образами заполнить. Так я и снимаю клипы, в принципе. Нет, чтобы всё за раз снять, да? Нет. Нет, а это не по мне, это не для меня. Я снимаю именно так. Потому что это мудрость. Так сказал этот Альберт. Нет, он. Вот, он тоже клипы снимал. На этом я с вами попрощаюсь. Всем хорошего настроения. Надеюсь, у вас всё хорошо. Заходите ко мне почаще. Давайте с вами общаться. Всем удачи. Всем пока.